Продолжим эфир темой куда как не актуальной. Поговорим о накоплении вкладов. И разобраться здесь нам поможет Сергей Каплан, директор управления розничных продаж и обслуживания РНКБ. Хотелось бы увидеть его на прямой связи. Вот мы его видим. Здравствуйте, Сергей! Доброе утро! Доброе утро! Ну, во-первых, хотелось бы у вас спросить, чем занимаетесь в условиях самоизоляции? Расскажите, пожалуйста, поделитесь с нашими телезрителями. В условиях самоизоляции работаем для того, чтобы все сервисы для наших клиентов работали в штатном режиме. Ну, вот как раз-таки по поводу сервисов для ваших клиентов. Расскажите, пожалуйста, актуальна ли сейчас в текущее время тема накоплений? Вы знаете, тема накоплений, она актуальна абсолютно в любое время. В данной ситуации те клиенты, которые сделали это намного ранее, они оказались сейчас в более выгодной ситуации, если так можно сказать. Почему? Потому что есть определенная подушка безопасности, есть возможность, скажем так, при уменьшении доходов. Мы знаем, что сейчас бизнесу достаточно непросто в нынешних условиях, и доходы экономически активного населения не упали. Поэтому те, кто сделал ранее накопление, они сейчас имеют возможность более-менее переживать данную ситуацию. Ну, в принципе, у нас люди имеют, скажем так, привычку откладывать деньги на так называемые черные деньги. Мне ближе все-таки выражение на некий экстренный случай. В принципе, о терминах не спорят, они договариваются. Но тем не менее, вот те, кто на экстренный случай накопил ранее, те более-менее себя чувствуют. Ну, и в принципе, есть некая четкая формула, что 10% от своих доходов человек должен, в принципе, откладывать. Почему? Потому что, когда он накапливает 3-месячные зарплаты, он более-менее себя чувствует, особенно вот в тех условиях, которые сейчас есть. Ну, к сожалению, статистика по Российской Федерации в целом, в частности, в Крыму, по накоплениям не очень хорошая. Почему? Потому что около 60% россиян, к сожалению, не имеют никаких накоплений. Сейчас ситуация, которая сложилась с вирусом, она болезненно проходит для многих переживаний. А какие, скажите, пожалуйста, существуют способы накопления, раз уж такая ситуация сложилась? Способов достаточно много, а самые, скажем так, востребованные, самые популярные, это, конечно же, банковские вклады. В принципе, вклады могут быть абсолютно с разными условиями, с гибким снятием, с гибкими условиями, но есть и, скажем так, классические вклады с максимальной ставкой, размещенные до 5 лет. Допустим, у нас есть вклады. Очень популярность пользуются у наших клиентов такие накопления, как вклады управляемые накопи. Это продукты, которые позволяют клиентам, в принципе, гибко работать со своими средствами, то есть в случае необходимости снимать эти средства без потери процента. Поэтому, ну, вот, вклад, он на сегодняшний день остается один из самых популярных способов накопления. Сергей, ну, вот все-таки в 21 веке живем, сейчас люди в основном делают подобные операции дистанционно. И можно ли оформить вклад дистанционно? Какие преимущества у такого способа? Вклад дистанционно оформить можно. Более того, сейчас ситуация такая, что многие направления выходят в дистанционные каналы обслуживания и коммуникации. И наш с вами пример в прямом эфире этому подтверждения. Банк, наш дистанционное направление развивает достаточно давно. Ну, к примеру, 85% платежей совершаются через дистанционные каналы, интернет-банк и мобильное приложение. Что касается вкладов, наши клиенты в 27% случаев оформляют вклады дистанционно. Почему это интересно и чем это привлекает клиентов? Ну, во-первых, не надо никуда выходить. Можно совершать абсолютно все операции дома, сидя в кресле. Во-вторых, при совершении операции по открытию вклада через интернет-банк или мобильное приложение, клиент получает повышенную процентную ставку до 0,5% годовых. Поэтому, ну, здесь абсолютно все, скажем так, плюсы для того, чтобы клиент совершал эти операции. Ну, к слову говоря, получить повышенную процентную ставку, можно не только оформить его дистанционно, но и благодаря тому, что программа сейчас действует в банке, так называемая программа «Лояльность», с помощью которой клиент, в принципе, совершая все свои бытовые покупки ежедневные, да, от 5 тысяч и выше, он получает еще плюс дополнительную надбавку к процентной ставке по депозитам. Что ж, интересно еще вот что. Давайте попробуем смоделировать ситуацию. Вот если человек хочет закрыть вклад, ему для этого обязательно идти в офис? Или также вот дистанционно может он это сделать? Закрыть вклад также можно дистанционно, как его и открыть. Поэтому здесь сервис выведен в абсолютно, скажем так, дистанционное обслуживание. То есть мало того, что он может не просто его закрыть, он может частично его снять, если позволяют условия договора. Он может его пополнить и так далее. То есть абсолютно все операции, которые совершаются, они совершаются дистанционно. Сергей, очень важный и актуальный вопрос на данный момент. Какие вклады подлежат налогообложению? Налогообложению, простите. Хороший вопрос. Действительно, он сейчас, скажем так, актуальный. Почему? Потому что нововведение, которое было объявлено президентом, вызвало очень много вопросов, разночтений. Ну, на сегодняшний день изменения в законодательстве приняты. Ну, и скажем так, что не все так страшно, как казалось на первый раз. Облагаться будут не все процентные доходы, которые получит платчик со своего вклада. Напомню, что сумма депозита, которая подлежит налогообложению, составляет от миллиона рублей совокупно его вклады. То есть как это выглядит на примере? Есть необлагаемый процентный доход. Он рассчитывается как один миллион умножен на ключевую ставку центрального банка на начало налогового периода. То есть если смоделировать ситуацию и предположить, что изменения действовали бы уже с этого года, то математическими действиями можно высчитать, что необлагаемая сумма дохода с миллиона составила бы порядка 60 тысяч рублей. То есть если у вас миллион четыреста, допустим, на вкладе, или там на двух вкладах 700, там, 700 и 100, три вклада, неважно, в совокупный депозит миллион четыреста, допустим, они лежат под пять процентов годовых, то, соответственно, доход составил бы ваш процентный с ваших вкладов 70 тысяч рублей. Как мы уже сказали, что 60 тысяч – это необлагаемая сумма. То есть сумма к налогообложению составила бы 10 тысяч рублей. 70 – ваши процентные доходы, минус 60 – необлагаемый процентный доход. То есть 10 тысяч рублей, 13 процентов, те, которые, та ставка, которая будет действовать по налогообложению, вот, собственно, 1300 рублей в год вкладчик заплатит при условии, если у него лежит миллион четыреста, ну и, соответственно, если ставка сохранится на уровне 6 процентов годовых на следующий налоговый период. Надо отметить, что изменения будут вступать только с 2021 года, а, соответственно, взымать уже налог будут в 2022 году. То есть в этом году для вкладчиков абсолютно ничего не меняется, и они спокойно, без, скажем так, потери своих процентов, осуществлять все операции по вкладам. Но мы, как банк, в принципе, рассматриваем возможность некой компенсации по налогу, рассматриваем нововведения каких-либо программ лояльности дополнительных. Поэтому мы своих вкладчиков не обидим. И в продолжении темы хотелось бы узнать, будет ли банк компенсировать клиентам уплаченные налоги? Ну, вот то, о чем я говорю, да, мы рассматриваем возможность введения дополнительных программ лояльности, которые позволят клиенту заработать, допустим, на своем вкладе и еще больше, и компенсировать этот вклад. Банк рассматривает такие возможности. Ну, я отмечу тот факт, что доверие к банку остается на достаточно высоком уровне. Сейчас, если происходят какие-то снятия с депозитных вкладов, то это вызвано больше социальными и бытовыми необходимостями. Почему? Потому что ситуация, в принципе, нам диктуют такие условия. То, о чем мы говорили, что бизнес остался не у дел, и доходы граждан упали. И вот как раз-таки те клиенты, которые купили ранее, они сейчас имеют возможность снимать средства с депозитов и, скажем так, на этой подушке безопасности себя более-менее ощущают. Ну, отмечу, что доверие к банку высокое. Мы находимся в топ-30 банков среди всех банков Российской Федерации на минуточку 400 единиц. Общий депозитный портфель в плачках на сегодняшний день составляет порядка 100 миллиардов рублей. Сергей, спасибо вам большое за такой подробный рассказ по поводу накопления вкладов. Ну, и нашим телезрителям хотим напомнить, что сегодня на связи с нами был Сергей Каплан, директор управления розничных продаж и обслуживания РНКБ.